Здесь вот такая вот башня-крепость. Сейчас туда зайдем, посмотрим. Заходим в эту башню. Смотрите, как выглядит. Сразу видно, все приезжие, ярко одеты. Вот это Вик. Самое счастливое животное. Ребят, подтягивайтесь, веселей, дружней, активней. Ребят, жарко. Не против? Нет. Итак, познакомившись, друзья, хочу начать нашу экскурсию. И прежде чем пройтись самой экскурсией и погрузиться в исторический экскурс, в саму цитадель, я предлагаю вам познакомиться с городом Дербентом. Все в первый раз? Да. Я была в 86-м году. Ой, отлично, это было очень давно. Давайте поближе, друзья. Посмотрите, что происходит. Для удобства по самой экскурсии понимаете, что море – это восток всегда. Запад, север, юг. И что я хочу сказать в первую очередь, что Дербент является самым крайним южным городом в Российской Федерации. Ибо вот в этом южном направлении, через 60 километров, Россию ждет государственная граница с республикой Азербайджан. Дербент – один из древнейших городов Российской Федерации и претендует на один из древнейших городов мировой цивилизации. Дербент является вторым по величине городом здесь у нас в республике Дагестан. А ну, друзья, само слово «Дагестан» для вас обозначило, переверло, что означает? Что, мой друг? Горная страна. Страна гор, да? Все правильно, друзья. Посмотрите, издавне наш край называется страной гор. А посему понимаете, что «Даг», в алейкум салам. «Даг» с «Тюгского» означает «горная», а вот «Стан» с «Пенсидского» означает «страна». То есть, добро пожаловать в страну гор. Расположен Дербент на западном побережье Каспийского моря, вдоль береговой линии и на прикаспийской неизменности. Обращаю ваше внимание на эту низменность. Она вам сейчас по экскурсии очень-очень-очень пригодится. Площадь современного Дербента – 70 квадратных километров. И, немножечко забегая вперед, сразу хочу предупредить, что панорама, которую вы видите, это не есть тот самый знаменитый древний город Дербент, о котором так много говорят. Вы были в древнем городе, Борян? Были, были. Сегодня нет. Будем. А, Будем. Друзья, а вот сам древний город я для вас сейчас обозначу. И я так понимаю, что вторая экскурсия вас будет посвящена. И сейчас именно ему. И вот древний город, конечно же, вы поймете, где находится, и поймете, что большая часть панорамы лежит здесь новоделом. Конечно же, численность дербенцев – 130-140 тысяч человек, площадь – 70 квадратных километров. Приоритетным жильем, как вы понимаете, в Дербенте выступал и выступает всегда частный сектор. Да, в Дербенте сконцентрировано большое количество древних архитектур. Заходим вот в такую дверь. Называется «Арын Кала-Капы». Вот так вот выглядит изнутри «Арын Кала-Капы». Цель – часть дербенской крепости «Арын Кала», соединена с Каспийским морем двойными стенами, призывами перекрывать так называемые Каспийские ворота в персидскую державу. В переводе означает «Солнечная крепость», входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории «Арын Калы» периодически проходят археологические раскопки. В названии уже называется «Хамская канцелярия». Что такое «Хамская канцелярия»? «Хамская канцелярия», друзья, входила в состав хозяйственной системы хамской резиденции. Здесь разрешался административно-управленческий аппарат. «Это каменное, заглубленное в землю водохранилище, путинутое вперед 20 метров, высота 12, ширина у него 9. Все перекрыто каменным купольным сводом, который для прочности изнутри поддерживает две эти арки. Эти же арки условно делят водохранилище на три отсека». «А там снаружи? Они наоборот?» «А не выжили!» «За чего?» 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 «Может быть, нет» «За чего?» «Сто восемьдесят метров над уровнем моря». «И попотографироваться, и чаем побалаться, и швать с невосходными вкусняшками». «Замечательно!» «Тут у нас кафешки встречаются!» «Смотрите, как красиво!» «На фоне моря!» «Сейчас идем обедать!» «Смотрите, какие кафешки!» «Кошечки, кстати, вот здесь вот такие ходят!» «Ой!» «Косле замка спускаемся вниз!» «Цветы какие-то растут прикольные!» «Ва-ла-ла, что за цветы такие свята?» «Говорит, что за цветы такие свята?» Продолжение следует...